Русская община Азербайджана направила официальное письмо генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову в связи с предвзятой открытой искажающей события 20 января 1990 года статьей. Письмо подписано депутатом Мили Меджлиса Азербайджана, председателем русской общины Азербайджана Михаилом Забелиным. Как отмечается в письме, русская община Азербайджана решительно осуждает попытки Владимира Хомякова, автора статьи под названием «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки», размещенный на сайте телеканала Царьград. Данная лживая статья написана с целью спровоцировать межэтнический конфликт, посеять вражду и ненависть между азербайджанским и русским народами. Статья не только провоцирует разжигание межэтнического конфликта, но и полностью искажает историю, фальсифицируя факты и события. Ко всему прочему, статья была напечатана 26 февраля, в годовщину массового убийства азербайджанцев в азербайджанском городе Хаджалы. Когда за одну ночь армянские вооруженные боевики жестоко убили 613 невинных жителей, стариков, женщин и детей, говорится в документе. Забелин отмечает, что в то тяжелое время он работал председателем исполкома Низаминского района города Баку. Кому как не мне, знакомы события, произошедшие в ночь с 19 на 20 января 1990 года. Моя машина неоднократно подвергалась обстрелу не боевиками, а военнослужащими советской армии, пишет он в данном письме. Ложь, клевета и искажение фактов, присущий автору статьи Хомякову, говорится в документе. Не боевики, как называют рядовых граждан Баку, Хомяков, а советские войска, танками давили машины с людьми и расстреливали мирных жителей города. Среди убитых войсками были русские, евреи и люди другой национальности. Погиб врач скорой помощи, также были дети. Под обстрелом погибли жених и невеста Аллахвердевы, Бесантина Вера. Ефимчев Борис, Такаев Владимир, Богданов Валерий, Семенов Владимир, Мархевка Александр, Юсупов Олег, Мейрович Ян, Нищенко Андрей и многие другие. И этих людей Хомяков Владимир считает вооруженными боевиками. В те дни, весь народ Азербайджана, азербайджанцы, русские, евреи, украинцы и другие, надеялись на справедливое решение главы СССР. Остановить разнузданные действия армянских националистов, убивших ни в чем не повинных азербайджанцев, проживавших в Армении и изгнавших более 300 тысяч человек из Армении. И именно эти действия армянских националистов, спровоцировали поведение возмущенных жителей Баку и Сумгаита, многочисленные митинги в Баку, куда пребывали истерзанные беженцы, азербайджанцы из Армении, говорится в письме. Как отмечается в письме, не стоит автору статьи, Хомякову, рассуждать на тему, существовало ли государство Азербайджан в 17-18 веках, или были разрозненные ханства. И в России в далекие времена существовали княжества, воевавшие между собой, говорится в материале. Как отмечает Забелин, он может со всей ответственностью заявить, что Хомяков говорит неправду о том, что в те дни русских избивали, убивали, а по улицам ходили люди с плакатами, русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки. Я в те дни, неоднократно встречался с лидерами Народного фронта и они действительно просили меня, посодействовать встречам с русским населением. И такие встречи состоялись. Ни одного факта избиения русских, тем более убийства не было. А пришедший к власти по призыву народа в 1993 году Дар-Алеев, остановил произвол и хаос в стране, выступил перед русским населением в дни рождественских праздников и вселил уверенность русских в их будущее и будущее их детей в Азербайджане. Азербайджан всегда славился своей многонациональностью и умением гарантировать уважение прав и достоинства всех наций, всех народов, проживающих на территории страны. В письме отмечается, что русская диаспора Азербайджана одна из крупнейших за пределами современной России. На сегодняшний день в Азербайджане проживает более 120 тысяч этнических русских, которые всегда считали себя полноправными гражданами Азербайджанской республики. Более того, до сих пор, несмотря на продолжительный конфликт с соседней Арменией, в Азербайджане проживает более 10 тысяч армян. В виде искреннее и доброжелательное отношение к себе, русские встали плечом к плечу с азербайджанцами против армянских оккупантов и воевали за суверенитет и территориальную целостность страны. Многие из них погибли во время Карабахской войны в начале 90-х годов. Сегодня мы с гордостью можем назвать имена национального героя Азербайджана Юрия Ковалева, Игоря Макеева и многих других этнических русских граждан Азербайджана. Они воевали за Карабах, за Азербайджан, и были награждены орденами и медалями. Мы, русские азербайджаны, не считаем себя репрессированным народом, как пишет автор, и не нуждаемся в защите, тем более таких, как Владимир Хомяков. Мы свободно разговариваем на своем родном русском языке, наши дети ходят в русские школы, учатся на русском языке в высших учебных заведениях, мы читаем книги, журналы и газеты, смотрим телеканалы на своем русском языке. Сегодня, читая статью Владимира Хомякова, мы видим, что это умышленное искажение истории, дезинформация, и прежде всего оскорбление, нанесенное нашим двум народам, говорится в письме. Статья, размещенная на сайте телеканала Царьград не отражает действительности. Журналист должен объективно излагать свои мысли, при этом ссылаясь на достоверные источники. В данном случае все указывает на то, что статья Хомякова была заказной, умышленно нацеленной на разжигание межэтнического конфликта, что влечет за собой уголовную ответственность. Русская община Азербайджана убедительно просит вас, обратить на эту провокацию пристальное внимание и провести соответствующую проверку. На предмет нарушения требований статьи 282 Уголовного кодекса России и статьи Федерального закона об информации, информационных технологий о защите информации от 27 июля 2006 года, и привлечь автора лживой статьи, Владимира Хомякова к ответственности, говорится в документе.